Привет, я Оксана, и это три влога до Нового года. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова В конце прошлого своего влога я рассказывала о том, что я снова начала работу над своим кардиганом. Мне надо вязать сейчас планку. Планка вяжется у меня вместе с воротником. Я сейчас как раз над этим работаю. Все, конечно, выглядит невнятно, потому что вяжу я на круговых спицах обратными рядами. И поэтому это все в таком скомканном виде. Я вяжу из пряжи «Lance du Nord Arantvir» Это 30% альпака, 20% вискоза, а 50% шерсть. Я в целом довольна этой пряжей. Единственное, что она, во-первых, не дешевая. Наверное, все такие твидовые пряжи, они не дешевые. Но при этом она вроде как и шерстистая, но не особенно колючая. Особенно после стирки я на образце тестила эту пряжу. Единственное, что сейчас я стала замечать, почему-то вот когда у меня этот кардиган просто лежал, ну, грубо говоря, просто в обратной сумке, у него, у этой пряжи появился какой-то такой запах. Знаете, мне почему-то напоминает запах старой шерсти. То есть вот когда какое-то шерстяное изделие лежит там чуть ли не 5 лет, у него есть такой характерный запах. Это даже не затхлый, а вот именно такой вот старый, немножко пыльный, наверное, шерсти. Я сейчас ощущаю это в этом кардигане. И, честно говоря, мне это не очень нравится, потому что я вообще не аллергичный человек и вообще никак не реагирую обычно на шерсти, на вязание из шерсти. Но почему-то вот сейчас я стала ощущать, что у меня как будто немножко щекочет нос. Очень хочется верить, что все это пройдет. И вполне возможно, что это не из-за этой пряжи. Но вот почему-то такой запах присутствует. И как-то мне это не очень нравится. Хотя вполне возможно, это абсолютно нормально. И да, сейчас вы видите, что у меня сейчас тут нет спиц. Это заглушки. Я вязала планку на спицах номер 4. Мне неожиданно понадобились спицы номер 4 на следующий проект. У меня какая-то нереальная нехватка спиц номер 4 сейчас случилась. Раньше у меня такие проблемы были со спицами номер 3. Я все как-то на тонких спицах вязала. И у меня уже целый запас спиц номер 3. На всякий случай, если у меня вдруг процессы будут пересекаться. Ну, конкретно спицы, да, нужны будут проекты одинаковые. Вот с четверками у меня сейчас такая ситуация. То есть я как-то, видимо, неожиданно перешла для себя на более толстые спицы. Действительно, уже не первый раз случается такая ситуация. Я сейчас вам покажу, с чем я работаю. Этот проект вы еще не видели. Он новый. И это тоже подарок. Я думаю, что многие вязали подобные. Это, в общем-то, плед из квадратов, который вяжется лицевыми и изнаночными рядами. Но я все равно делала такое краткое описание, как я вяжу эти пледы на своем канале на Дзен. Там небольшая статья. Я говорю, сколько я петель набираю, сколько рядов я делаю для того, чтобы квадратик выглядел именно квадратным. Потому что, ну, не секрет, да, что если мы, например, вяжем 20 петель, то в высоту не 20 рядов нам нужно связать, а больше. И вот я, если не ошибаюсь, 26 рядов обычно вяжу. Но в любом случае, внизу в инфобоксе я оставлю ссылку на эту статью, где я пишу про то, какие квадраты нужно создавать, чтобы они были квадратные. Ну и вообще, да, вот как вот эту кромку рисом делаю. В общем, если вам интересно, если вам актуальны такие пледы, проходите. Я, наверное, ставлю заодно несколько фотографий этих пледов. На самом деле, первый плед я вязала тоже своей подруге. Она меня попросила конкретно вот такой с квадратиками. Мне показалось, что он какой-то невероятно простой, неинтересный, скучный. Но я его когда связала, он действительно получился очень классным. И вот вся прелесть в его просветоте. И после этого мне, правда, не знаю, всыпались просто заказы на эти пледы. И я поняла, что это действительно очень ходовой, такой классный плед, очень удобный. И все девчонки, у кого малыши, они благодарят вот за такие пледы. Всем очень нравится. Ну и на подарки, да, я, как говорила, другим людям я вязала на заказ. И, в общем, все оставались довольны. Единственное, что я всегда взяла эти пледы из стопроцентной мереносовой шерсти в обидной. Мне тоже нравится, как эта пряжа себя ведет. Насколько я знаю, эти пледы тоже стираются легко в машинке. Ну и детям, понятно, да, они приятные. Обычно я говорю, что это плед в коляску. Но зачастую эти пледы потом долго еще используются, даже уже когда дети вырастают. В этот раз я вяжу из пряжи дропслима. Наверное, в плане колкости меренос, конечно, намного приятнее для ребенка. Но я, знаете, что подумала, что, в принципе, плед редко когда используется на голую кожу ребенка. Если, опять же, говорить про пледа для коляски. Обычно все равно на одежду его, ну, ребенка в одежде, да, покрывают. Ну и дома, наверное. Не так, что на голенького ребенка вот такой плед кладут. Ну и плюс дропслима. Мне кажется, что она не такая уж прям сильно околкая после стирки. В общем, очень надеюсь, что все с этим пледом будет хорошо. Хотя, конечно же, немножко опасаюсь из-за того, что это не стопроцентный меренос. Но, знаете, я говорила о том, что я в последнее время стараюсь утилизировать свои остатки. Ну, как остатки, да, это можно сказать остатки. Но остатки очень прилично, очень хорошие. Вот эта пряжа лима от дропс. Я считаю, что одна из таких супер универсальных пряж, которая много к чему подходит. И я не считаю, что плед из лимы это плохой подарок. Хуже, чем, например, из стопроцентного мереноса. Мне кажется, что даже вот для зимы, поскольку я буду дарить этот плед в феврале или в конце марта, или в начале марта, да, когда у нас еще, в принципе, холодно, как раз плед из шерсти и альпаки может быть даже быть более актуален, чем из стопроцентной мереносовой шерсти. Опять же, да, есть некоторые опасения в том, что, наверное, в машинке не так просто его будут стирать. Ну, в общем, посмотрим, пока вяжу. И надеюсь, что я не доставлю этим проблемы молодой маме, да, что будут какие-то проблемы со стиркой этого пледа. Ну, в общем, посмотрим. Мне очень нравится цвет. Он такой, вроде бы, классический серый. Это, кстати, цвет... Так, давайте я скажу. 90-10. Это униколор дропслима. Ну, и по характеристикам давайте я все-таки скажу. 50 грамм и 100 метров. 65% шерсть. 35% альпака. Классная ниточка, как я уже говорила. Вот сейчас он у нас выглядит таким классическим серым. Но, вы знаете, при разном освещении он вообще по-разному смотрится. Вот вечером он как будто с таким немного сиреневым оттенком. В общем, классно мне очень нравится. И мне кажется, что для ребенка будет здоровский подарок. И я хочу к этому пледу еще связать, например, чепчики-носочки. Вот уже чепчики-носочки связать с более яркой пряжей. И получится очень классный комплект. Пока что меня смущает больше всего, что эта ниточка ложится как-то очень-очень неровно в лицевой глади. Не знаю, проблема это со мной. Или просто так ложится эта нить. Поскольку раньше, ну точнее из лимы, по-моему, даже не вязала. Я вязала из флоры, которая более тонкая, но с таким же составом. Или из днепала, которая толще, но с таким же составом. И я обычно вязала узором. Вот из флоры вязала лицевую, но по кругу. Лицевую гладь, но по кругу. Здесь, понятно, прямые-обратные ряды. И самое интересное, что тут, если вот я иногда использую в прямых-обратных рядах при вязании лицевой глади такой ход, что я меняю спицу на изнанке на полразмера меньше, тут так не сделать. Поскольку тут есть и лицевые, и изнаночные петли. И это будет не очень хорошо. И поэтому получается, что да, такая вот рядность. Очень я, конечно, надеюсь, что после ВТО это все исправится. Ну, как-то так пока смотрится. Ну, конечно же, вот шерсть альпакой, на них ВТО очень хорошо действует. И я надеюсь, что все будет хорошо. Да, пока вяжу, еще не связала даже одного квадрата. Плохо, конечно, видно, поскольку леска не длинная. И не разложить весь этот плед во всю красоту, во всю длину. Ну, в общем, да, тут вот видите, такие вот квадратики. В каждый квадрат у меня 20 петель. Вяжу на спицах номер 4, как я уже сказала. Здесь, кстати, рекомендация у Лимы номер 4. И я очень редко следую рекомендациям. Но в этом случае мне кажется, что для того, чтобы плед такой был пластичный и хороший, 4 очень даже хорошо подходит. Вот тут, кстати, я ниточку соединяла. Уже второй моток у меня идет. То есть расход, конечно же, на большой достаточно плед. Он будет где-то около метра на метр. Ну, может, чуть меньше. Расход, конечно, активно моточки идут. И у меня, правда, только 6 мотков этой пряди. Мне в любом случае не хватит. Я думаю, что мне придется 2 или 3 мотка докупать. Но я, в принципе, на это нацелена. Но в любом случае я очень рада, что я все равно использую вот эту классную пряжу, которая у меня давным-давно лежит. Я покупала ее почему-то когда-то на шарф. Но даже на шарф бы 6 мотков не хватило. И, ну, какая-то странная была, в общем, покупка у меня. Я, по-моему, тоже докупала эту пряжу, чтобы у меня была то ли бесплатная доставка, то ли еще что-то купила. Подумала, что эта лима мне лишнее никогда не будет. Я все равно ее использую. Так оно, в общем-то, и случилось. Но еще тогда, конечно же, надо было побольше моточков заказать. Поэтому в ближайшее время постараюсь тоже продвигать этот плед, чтобы у меня была уже галочка насчет подарка, которую, как вы понимаете, он должен быть всегда уже наготове, потому что точно неизвестно никому, когда это может пригодиться. Поэтому хочу быстренько довязать. Вяжется, в принципе, быстро, но немножко монотонно. Смотрите, какой у нас снегопад опять. Сегодня было достаточно холодно. Даже где-то, наверное, минус 21. Но такая настоящая зима, вы знаете, несмотря на то, что я не люблю холод, но в эту зиму я могу вообще простить ей все. Потому что такой снегопад, такая зима настоящая. Мы пришли вот в музей Ерарта. Может быть, это, конечно, не совсем новогодний такой поход, но тем не менее. Такой холод, на самом деле, конечно, с удовольствием бы я походила по красивым местам Петербурга, и снежок так здорово падает. Но, наверное, все-таки недолго я смогу походить. Поэтому решили идти в музей. Вот эти вот скульптуры смотреть. Также все в снегу. Вот такой у нас предновогодний поход. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В этом влоге было не так много подключений, как мне бы хотелось. Так уж получается, что я практически на протяжении всех этих трех влогов вам рассказываю про погоду в Петербурге. Дело в том, что она так сильно у нас меняется, что я сама этому удивляюсь. И зачастую как раз из-за этого мы не можем сходить погулять и показать вам красивый Петербург. В эти выходные у нас было очень холодно и у меня было несколько пометок в моем ежедневнике, куда бы я хотела сходить и что вам показать. Мы никуда не пошли, мы сходили в музей, но город я, видимо, буду показывать вам уже после Нового года. Я думаю, что какое-то время все украшения еще у нас останутся, поэтому я обязательно вам их покажу, но, к сожалению, не в этом влоге. Все-таки, да, холодная трескучая зима в этом году у нас не позволила нам прогуляться. Но, тем не менее, у меня много чего есть, что вам рассказать. Это включение такого будет больше, наверное, как эпизод, где я буду вам рассказывать про несколько фактов, которые хочется осветить. Прежде всего, я обычно во всех своих влогах показываю вам распаковку подарков, и это будет не исключение. Да, у меня здесь есть подарок, который на самом деле лежит уже под елкой очень давно. А вообще появился он у меня еще до того, как елку даже я поставила. Наверное, где-то месяц назад мне подарила этот сверток Даша. Я обязательно на нее ссылку оставлю. Даша, я думаю, с ней многие знакомы. На самом деле, она делает прекрасное описание шалей, шарфов. Не только шалей, вообще аксессуаров. Сейчас у нее вышло описание варежек и капюшона. Недавно у нее вышло описание, ну, что-то типа снуда. Классные, в общем, если вы Дашу еще не знаете, обязательно с ней знакомьтесь. Проходите по ссылке под видео в описаниях. Я сняла уже ленточку. Так вот, Даша мне подарила вот такой сверточек, наверное, около месяца назад. Я сказала, ни в коем случае не открывай сейчас, открою под Новый год. Ну, или хотя бы ближе к Новому году. Да, сейчас еще не Новый год, но я думаю, что самое время с вами раскрыть этот подарок. На самом деле, я специально старалась не думать о том, что там лежит. Я даже старалась не щупать этот подарок, чтобы не догадываться. Но недавно перекладывала подарок и уже поняла, что там лежит. И я думаю, что это просто что-то неимоверное. Мне хочется с вами этим поделиться. Давайте вместе откроем этот подарок и посмотрим, что Даша мне подарила. Что-то упало. Так, ну давайте все по порядку. Так, смотрите. Я думаю, что это пасма, которую красила сама Даша. Она красит пасмы, ну в смысле пряжу. Я даже у нее как-то приобретала стопроцентный меринос и вязала шаль по ее же описанию. Вообще люблю эту шаль, обязательно вам как-нибудь покажу. Это еще было до того, как я начала вести свой канал. Поэтому, наверное, мало кто ее видел. А вот сейчас очень необычная пряжа. Я прямо смотрю. Мне кажется, посмотрите, как очень в тему. По цвету, по-моему, прям стопроцентное попадание в мой вкус. Я немножко сейчас в шоке, потому что я действительно смотрю, насколько интересна эта пряжа. Она прям как будто самопряденная. Но это, наверное, все-таки не так. Так, тут подписано 80% меринос, 20% махер. В 100 граммах 255 метров. Очень классная. Она очень интересная такая на ощупь. Она мягкая, немножко шерстистая. Махер тут видно за счет вот таких вот пушков. И я думаю, что это будет какая-то шапка красивая, классная. Очень мне нравятся цвета. Они такие глубокие, что ли, не знаю, классные. В общем, я буду сейчас ее разглядывать. Я пока немножко в шоке, потому что, да, я догадывалась, что там пасма. Но я не ожидала, что вот она такая. Какая-то вот, не знаю, прям как будто, правда, как будто ее сами спряли. Я обязательно у Даши спрошу, откуда у нее такая интересная пряжа. Еще то, что у меня упало, это маркеры. Я уверена, Даша тоже сама их делала. И Даша мне уже не первый раз дарит вот такие карточки, где можно подписать пряжу, образец до ВТО и после, каким крючком и какими спицами я вязала. Я очень люблю такие Даши карточки. Дело в том, что даже если я не подписываю образец, я частно подписываю такими карточками бобины. То есть я не пишу тут до ВТО, после ВТО. Я пишу состав пряжи, где покупала, по какой цене. Ну, метраж, понятно, да, все характеристики. И подвязываю вот к таким бобинкам, потому что зачастую бобинки нигде никак не подписаны. И вот благодаря таким карточкам я помню, какие это бобины. В общем, классно. Тут такие маркеры с птичками или кто это? Похожи на птичек. Классно. В общем, у меня теперь есть маркеры. Смотрите, все в одном цвете. Классно. Даша, спасибо большое. Я немножко в шоке. Очень неожиданно. Классно. Буду думать, что связать из этой пряжи. Она, правда, невероятная. Вот такой у меня подарок уже на Новый год вязальный. Да, я очень рада. И давайте я сейчас немножко расскажу про свои продвижения вязаных проектов. Ну, давайте начнем с кардигана. Как я и говорила, я обвязывала планку. Вязала планку. Я уже все вывязала. Отверстие для пуговиц. Закрыла петли иглой. В общем, самое-самое неприятное я сделала. Я всегда очень боюсь, когда уже закрываю петли иглой. Думаю, вдруг у меня эта планка либо слишком широкая, либо она будет подпрыгивать. Она сейчас немножко подпрыгивает, но после стирки резинка выправится. И все будет идеально. И когда я закрыла петли, я поняла, что да, все хорошо. С планкой все хорошо. Потому что перевязывать это очень неприятно. Поскольку, если бы, например, было бы много петель, как у меня было на прошлом кардигане, нужно и набирать заново петли, да, и снова рассчитывать вот эти вот отверстия для пуговиц через сколько петель они будут. Да и сами отверстия не очень приятно вязать. В общем, да, планка это прям такое мое нелюбимое. Все, я завершила. Мне осталось связать только два рукава. А это вообще не проблема. Я думаю, что свяжу их очень быстро и скоро покажу вам результат. Мне очень нравится, как на этой пряже выглядят араны и жгуты. Немножко они расправятся после стирки. Немножко будет мягче пряжа. Выйдет пушок. В общем, пока мне все нравится. Получается, по-моему, хорошо. Единственное, что очень большой расход. По-моему, вот это уже 500 грамм весит. То есть еще плюс два рукава. На размер, это примерно размер S. Если я буду делать описание, я пока до сих пор сомневаюсь. Это будет самый маленький размер. То есть где-то около 700 грамм выйдет кардиган на маленький размер. То есть если размер ML, то там вообще килограммовые кардиганы будут. В общем, это мне, конечно, не очень нравится. Еще я вам показывала в первом кусочке плед. Я его тоже немножко продвинула. Не очень, конечно, видно. Я начала уже третий квадратик. Два связаны. У меня всего будет высоту 8 квадратов. То есть это получается где-то четверть. У меня связано всего лишь. А я уже вяжу третий моток из шести. То есть очень прилично придется пряжи заказывать. Но ничего страшного. Цвет мне очень нравится. Нейтральный серый. Классный. И еще один проект, который тоже у меня в активном сейчас продвижении. Вот такой шарф. Вот такой он уже длины. В общем-то ничего интересного. Конечно, вяжу и вяжу. Хотела показать, что я размотала. У меня бобинки такие были. Я вяжу в три нити. В такие моточки. На самом деле не рекомендую вам, если есть возможность, разматывать таким образом пряжу. Когда из трех бобин вы сматываете один моточек. Это не очень хорошо. Просто потому, что образовываются часто провисы. Я уже тут вижу, что провисы будут. И понятно, что в процессе вязания они не очень хорошо, не хорошую службу будут играть в самом полотне. Но, честно говоря, я решила, что этот процесс у меня будет такой, знаете, дорожный. Чтобы его можно было брать в любое место, где-то повязать. Такой узор вязать очень просто. Если бы вязала я из трех бобин, понятно, что такой бы проект я с собой не брала. А вот именно с таким моточком можно брать уже с собой. Это все намного проще. Ну да, провисы, конечно, будут. И, как я уже сказала, если есть возможность вам вязать, например, из трех бобин или из трех мотков. Лучше вязать из трех мотков или из трех бобин. Но не сматывать вот таким вот образом, если есть возможность. В общем-то, это все мои проекты. Как вы видите, они, в принципе, продвигаются. Конечно же, в Новый год я пойду с долгами. Я не смогу до Нового года это все довязать. Но, тем не менее, я очень надеюсь, что я успею довязать рукава кардигана. Это, конечно, вряд ли. Ну, может быть, да. И хотя бы вот от такого серьезного большого проекта, долгоиграющего проекта, я, возможно, до Нового года избавлюсь. И еще, что хотела вам рассказать. Я также еще в своем первом блоге говорила о том, что я за новогоднюю книгу принимаю книгу про Гарри Поттера. Я объясняла, почему, да, не буду повторяться. И обещала вам, что постараюсь к концу третьего влога дочитать книгу. У меня это получилось. Я действительно буквально сегодня утром дочитала эту книгу. Это третья книга из серии о Гарри Поттере. Гарри Поттер и узник Аскабана. И если раньше про книги, которые я читала до этого, «Философский камень и тайная комната», да, я говорила о том, что они практически полностью отображены в фильме. И читать, может быть, не настолько интересно, когда ты хорошо знаешь фильмы. То вот эта книга, она как раз-таки уже немножко отходит. Точнее, фильмы не совсем повторяют то, что написано в книге. Да, в общем-то, основной сюжет все-таки повторяется. Но в книге уже появляются такие мелочи, благодаря которым тебе сам сюжет становится более ясным, понятным. Объясняются мотивы тех или иных героев, какие-то важные, ключевые события описаны более подробно, более интересно. За ними очень интересно следить. Но самое интересное, что самый интересный момент, самая такая главная и основная развязка, она описана в последних ста страницах. То есть тут книга примерно 500 страниц, и я понимала, что там еще такая сюжетная линия должна быть огромная, да, вспоминая серию. И я думаю, ну когда же это начнется, ведь так много еще чего нужно рассказать. И вот последние 100 страниц я просто читала взахлеб. Настолько они насыщены, настолько там важная информация, которая дальше нам пригодится в понимании всей истории о Гарри Поттере. Но она так емко и так классно описана автором, что правда не оторваться. Хочется читать и читать. И если до этого я читала с интересом в любом случае, но я спокойно отвлекалась от этой книги. Если я обычно книги читаю в метро, ну моя станция, я подъехала к своей станции, закрыла книжку и пошла по делам. То вот последние 100 страниц я просто, мне кажется, прочитала за день, за два дня, потому что мне очень хотелось знать, что дальше. Хотя в общем-то благодаря фильмам, конечно, я знала, что дальше. Но так было интересно, что оторваться было невозможно. После этого видео я, наверное, уже до Нового года не буду публиковать ничего. Я устрою себе небольшой отпуск. Я надеюсь, что я повяжу в удовольствие, возьму какую-то интересную книжку. После Нового года мы с вами обязательно встретимся. Уже там есть какие-то задумки по поводу того, что будет сниматься в первые дни Нового года. Я уверена, это будет очень что-то интересное. Да, будет один проект совместный с девчонками-блогерами. Я думаю, что мне будет что рассказать вам в плане мастер-классов каких-то новых работ. И я надеюсь, что всё это будет с удовольствием. Сегодня с удовольствием буду делиться с вами, а вы с удовольствием будете смотреть мои видео, чему я, правда, несказанно рада, когда получаю от вас такие приятные комментарии, которые вы мне пишете. Да, я буду поздравлять вас с Новым годом. Я желаю вам всего самого лучшего волшебства и в самом празднике, и после него. Надо в это верить. Надо верить, что всё будет хорошо и сбудется так, как нам этого бы хотелось. Я очень желаю всем побольше времени для своего хобби, для любимых занятий. И я очень хочу, чтобы все вязали именно в удовольствие то, что хочется, чтобы кайфовали от всего и от пряжи, от процессов, от спиц, чтобы всё это нам доставляло удовольствие. Даже если есть какие-то сложности в жизни, благодаря вязанию мы же устраиваем в себе такую некую медитацию. Да, бывают какие-то сложности в плане перевязов, что-то у нас не получается, что-то не выходит, как нам хотелось бы. Но мы снова и снова возвращаемся к этому нашему делу, значит, несмотря ни на что, это нас радует. И пусть не только вязание нас радует в этой жизни, пусть радует также наша семья, близкие, друзья, наш город, места, где мы любим гулять. Может быть, какие-то передачи по телевидению или в ютубе. Надо просто наслаждаться этим и давайте, несмотря ни на что, будем стараться нести позитив в жизнь, создавать этот позитив рядом с собой. Ведь только мы можем создать себе ту идеальную, может быть, жизнь или те, ну пусть не идеальные, пусть хорошие условия для жизни, которые нам хочется. Возможно, иногда не стоит обращать внимание на какой-то негатив. Да, он всегда будет, да, без него невозможно. Но даже в негативных каких-то моментах иногда стоит найти что-то хорошее. Ведь если бы их не было, мы бы, наверное, не ценили то хорошее, что есть в жизни. Я на этом буду завершать свой влог. Я надеюсь, что я хотя бы чуть-чуть создала вам новогоднее настроение, если у вас его не было. А может быть, у вас действительно уже параллельно наряжается ёлка, или вы готовите уже какие-нибудь заготовки для салатов, может быть, каких-то блюд на Новый год. Может быть, вы упаковываете подарки сейчас. И давайте все вместе хором готовиться к этому замечательному празднику, готовиться к Новому году. И с нетерпением ожидать и думать, и, может быть, фантазировать, что нас там ждёт. Пока-пока, до встречи в Новом году! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok